Всех приветствую, мои дорогие подписчики. Сегодня хотел вам рассказать о очень крутой ролевой игре с очень красивой графикой. И в данной игре очень много плюсов, но есть, конечно, минусы. Давайте по порядку. Игра называется HIP. Она бесплатная, полностью на русском языке. Мы с вами сможем выбрать из четырех персонажей, из двух девушек и из двух рыцарей. Каждый из этих персонажей владеет мечом, другой магией, третьим чем-то другим. Теперь давайте перейдем непосредственно к менюшкам данной игры. В игре имеется снаряжение, в котором мы можем одевать броня, защита, навыки, гильдии и магазин, в котором мы сможем приобретать различные виды оружия и брони. Мы сможем сражаться, помимо обычной сюжетной линии, мы сможем сражаться и с различными живыми игроками, то есть различные PvP-арены, которые здесь имеются. В самой игре два режима. Это режим испытания и режим приключения. Испытания это такой режим, режим башни, в котором мы сможем с вами преодолевать различные этажи, но доступ к этим этажам будет доступен после накопления определенного уровня. И вообще в данной игре некоторые вещи недоступны, пока мы не находим определенный уровень. Второй режим, он основной называется режим приключений. В нем мы с вами перемещаемся по карте, можем вставить блок, использовать различные возможности, некоторые из которых открываются постепенно. Можем контратаковать или уворачиваться различных врагов. Вам будут попадаться и боссы, у которых жизни гораздо больше. Постепенно проходя, вы столкнетесь с такими уровнями, в котором вас игра предупредит о том, что вы достаточно слабы. Для этого вы проходите различные уровни снова и снова, чтобы становиться круче и круче. Вот в принципе все об данной игре рассказал. Давайте расскажу о плюсах. Ну плюсы, огромным плюсом, это то, что графически сделана игра офигенная, тем более она создана на движке Unreal 4, и в такую игру приятно играть, реально приятно играть. Вы можете в настройках игры пометь качество играть. Второй плюс, это русский язык. Игра бесплатная, это уже следующий плюс. Дальше много различного оружия и много другого. Теперь перейдем к минусам. Минусом является то, что и в игре есть донат. И второй минус, это постоянный доступ в интернет. И занимает примерно 1,3 гигабайта постоянной памяти. Для запуска игры требуется операционная система не ниже 4.1 версии Android. Но в общем, несмотря на донат, несмотря на интернет, сделано очень круто. Пусть разработчики создают вот такие именно красивые игры. Донат, конечно, плохо, но хотя бы графика, графика, еще раз, графика здесь офигенно сделана. Поэтому я поставлю этой игре пятерку с плюсом. И если вы являетесь фанатом ролевых игр именно такого жанра, то вы обязательно должны скачать данную игру. Ссылочку оставлю под видео. А с вами был Андрюд Андрюдович, всем пока!